Локомотив Но затем команды обменялись в меру острыми выпадами И примерно с 13 минуты спартаковцы академично взяли игру в свои руки Исключение в первом тайме составило лишь опасный удар головой бразильца Жуниора После одной из атак на сквечей защитники уложили буквально на линии штрафной Андрея Тихонова К мячу подошел Илья Цымбалай Трудно сказать, чем бы закончился этот голевой момент, если бы после удара в нужной точке в штрафной не оказался бы Мусхин Мухмадеев Он переправил мяч головой мимо Валерия Шанталосова и на 34 минуте спартак повел 1-0 Во втором тайме в игре едва не наметился перелом В первую очередь это было связано с активной игрой вышедшего в составе нижегородцев Михаила Бесчастных Ударами со стандартных положений Ивана Дипко И, как ни странно, с заменой игравшего впереди Жуниора на последнего защитника Сергея Рагулина Это позволило выдвинуться вперед Андрею Лебедеву И после его фирменных закидушек в травной спартака несколько раз становилось жарко Но, впрочем, и не более того Качество поля не позволило играть тот футбол, который играет наша команда и сборная В том числе я хочу попросить прощения, наверное, у нижегородских болельщиков за то, что зрелищно, конечно, матч не смотрелся Субтитры создавал DimaTorzok